Здравствуйте! Как повысить уровень кадрового обеспечения сельских учреждений культуры? Как в регионе развивается система непрерывного художественного образования? Об этом мы поговорим с проректором по учебной работе Алтайского государственного института культуры, кандидатом педагогических наук Олесей Петровной Кутькиной. Здравствуйте, Олеса Петровна! И первый вопрос у меня. Вот в Алтайском крае создаётся достаточно много сейчас многофункциональных культурных центров. Во-первых, что это такое? И во-вторых, такой, ну скажем так, актуальный вопрос. Насколько эти центры обеспечены кадрами у нас сегодня? Совершенно верно. На территории нашего региона уже определённое время создаются культурно-досуговые центры. Но это не абсолютно новые какие-то структурные единицы отрасли культуры. Это определённая интеграция тех учреждений, которые функционируют по всей нашей стране давно. То есть это интеграция домов культуры, библиотек и музеев. Поэтому действительно сегодня встаёт вопрос о том, как обеспечить кадрами, то есть это очень важный момент, именно новые учреждения культурно-досуговые центры. Культурно-досуговые центры требуют как подготовки специалистов совершенно нового формата, так и востребованность тех специалистов, которые мы готовим уже много лет. Если говорить о специалистах нового формата, то в качестве примера могу привести два новых направления подготовки, которые начинает реализовать Алтайский институт культуры. Это звукорежиссура и интернет-коммуникация и веб-дизайн. Вы не остаёте от времени. На самом деле это востребованные профессии со временем. Потому что мы уже давно привыкли к качественным продуктам, в том числе и к продуктам культурно-творческим. Поэтому любое мероприятие, будь то даже обычный концерт, он должен сегодня сопровождаться качественным, в том числе и звуковым, оформлением. Поэтому если раньше звукорежиссёры были востребованы, скажем, на федеральном уровне для реализации каких-то крупных проектов, мероприятий, то сегодня практически любое учреждение нуждается в специалисте. В любом районе, в любом селе, извините, должен быть свой звукорежиссёр. Если говорить о интернет-коммуникациях и веб-дизайне, то любое учреждение, любая организация, они сегодня обязательно должны иметь официальный сайт. И этот официальный сайт — это не просто информация об этом учреждении, это качественный контент, структура, это сопровождение и продвижение всех продуктов и услуг, которые реализует данное учреждение или организация. Поэтому подготовка специалистов, которые способны, начиная от разработки фирменного стиля, до продвижения продуктов и услуг этой организации в мировом информационном пространстве, тоже достаточно актуальна. Ну и такие профессии по таким направлениям подготовки, как библиотечная информационная деятельность, организация культурно-досуговой деятельности, музеология, допустим, декоративно-прикладное творчество, они как были, так и остаются востребованными, в том числе и новыми культурно-досуговыми центрами. Ну, может быть, вы всё равно идёте в ногу со временем, и, естественно, какие-то современные факторы вы учитываете, да, для подготовки библиотекарей и прочего-прочего? Безусловно, конечно. А вот то, что звукорежиссёров и веб-дизайнеров, скажите, у вас есть конкуренты, ещё какие-то вузы у нас готовят в крае? Нет. Вы единственная, да? Да, мы единственный вуз, да, который открыли эти два новых направления подготовки. А давно вы открыли? У вас уже прям сформированы там, что, получается, это не факультеты, естественно, а кафедры, да, наверное? У нас при кафедрах, да, готовятся эти направления. Звукорежиссёров в 2017 году мы впервые осуществили набор на заочную форму обучения. В этом году у нас стартовала приёмная кампания, где были выделены 10 бюджетных мест по очной форме обучения. Интернет-коммуникации и веб-дизайн мы впервые набираем в этом году на очную форму обучения. Также выделены бюджетные контрольные цифры приёма. Здорово. Ну и всё-таки, вот что, на ваш взгляд, может способствовать всё-таки повышению уровня кадрового обеспечения, да, и качество, естественно, подготовки для сельских учреждений культуры, да, вот о том, что мы говорили, да. Совершенно верно. Вы знаете, отрасль культуры, как и любая другая, очень остро нуждается в кадрах, в профессиональных, высоко квалифицированных кадрах. Конечно. И более остро этот вопрос стоит в малых городах и сельской местности. Не секрет, да, что выпускники охотнее остаются в крупных городах, уезжают, да, ещё в более крупные города. Поэтому одним из мероприятий в решении этого вопроса может помочь организация целевой подготовки. И сегодня уже на федеральном уровне разработана программа целевой подготовки кадров для отрасли культуры. Алтайский институт культуры из 2013 года организует целевой приём. И если, например, в 2015 году по договорам о целевом обучении поступило 10 абитуриентов, которые стали ныне студентами, то в 2017 году это уже 74 студента. То есть практически 30% контрольных цифр – это целевая подготовка. А целевая подготовка в двух словах. Напомните ещё раз. Что представляет собой целевая подготовка? То есть институт заключает договор с бюджетным, обязательно, да, учреждением, комитетами, муниципалитетами на подготовку кадров по определённой профессии. Далее это учреждение или эта организация могут сами подобрать абитуриентов, либо могут принимать участие в приёмной кампании для того, чтобы определить уже из абитуриентов, кто им нужен будет в дальнейшем для работы. Они оплачивают обучение, да, получается? Нет, обучение абсолютно бесплатно. Это обучение за счёт федеральных средств. Единственное, что заключается договор о целевом обучении, где прописываются определённые социальные гарантии. Ну, во-первых, это меры материальной поддержки обучающихся со стороны вот тех учреждений, которые направляют. Это обязательное трудоустройство. Потом они приезжают в районы города, и их обязаны трудоустроить. Совершенно верно. Они должны отработать какое-то количество лет, нет? До настоящего времени законодательно это не закреплено, но уже рассматривается изменение в закон об образовании, чтобы включить обязательный пункт по отработке определённого количества времени на том месте, откуда он был направлен. Ну, кто их отправил в тот район и город. На сегодняшний день институт активно работает с управлением по культуре и архивному делу Алтайского края. То есть мы принимаем участие в отчётных заседаниях, где отчитываются председатели комитетов по культуре муниципалитетов, и мы ведём как раз работу по целевому заказу. То есть выявляем, где, в каких районах, какие специалисты необходимы, заключаем договоры, подбираем абитуриентов, выезжаем на места, консультируем и таким образом заключаем отношения в виде договора. Процесс идёт, скажем так. Совершенно верно. Это очень замечательно. Вопрос о системе непрерывного художественного образования. Вот почему это актуально? И как, на ваш взгляд, развивается система непрерывного художественного образования в нашем регионе? И какие, может быть, есть проблемы в этом? Ну, вот уже с середины 20 века отечественная система художественного непрерывного образования, она получила признание и стала национальным достоянием нашей страны. Что из себя представляет система непрерывного художественного образования? Это три этапа профессионального обучения. Первый этап – это детская школа искусств, второй этап – это творческое училище и третий этап – это творческий вуз. И наш регион относится как раз к числу, можно сказать, тех счастливчиков, где реализуется вот как раз эта система непрерывного художественного образования. Потому что если детские школы искусств и училища есть практически в каждом субъекте Российской Федерации, то не каждый субъект может похвалиться тем, что на его территории находится федеральный творческий вуз, как наш Институт культуры. Более того, в настоящее время Алтайский Институт культуры вошел в 16 вузов культуры, которые реализуют как раз всю цепочку непрерывного художественного образования. То есть на базе института у нас есть собственная детская школа искусств, которая финансируется из федеральных средств. У нас также есть бюджетные места по шести предпрофессиональным общеобразовательным программам. И все три уровня высшего образования. То есть это бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка кадров высшей квалификации. То есть это не только аспирантура, но и ассистентура, стажировка. Вот на сегодня нет опасности, что эта система будет у нас уничтожена, сокращена и прочее. Нет таких разговоров? У нас она сохранена будет, да? Дело в том, что на сегодняшний день в государственной культурной политике в качестве одного из приоритетных направлений зафиксирована как раз задача по сохранению системы непрерывного художественного образования. И сегодня большое внимание уделяется как раз развитию детских школ искусств. Потому что очень долгое время, вот это связано, конечно, с переломным моментом в нашей стране, когда в 1992 году был принят новый закон о образовании, и детские школы искусств были отнесены, скажем, были немного, скажем, выброшены из системы образования и к ним относились как к неким культурно-досуговым центрам, центрам, которые занимались преимущественно кружковой работой, студийной и так далее. И предпрофессиональные программы отошли на второй план. В настоящее время, вот в июле 2017 года, была коллегия в Министерстве культуры Российской Федерации, где как раз рассматривали вопрос о возрождении вот той, скажем, системы, которая была наработана ранее, в советский период. И сегодня в приоритете это как раз реализация предпрофессиональных программ в области искусств. Алиса Петровна, тема неисчерпаемая. Большое вам спасибо за беседу и за вашу работу, которую вы делаете. Удачи, до новых встреч. Спасибо и вам. Я напоминаю, что у нас в гостях была проректор по учебной работе Алтайского государственного института культуры, кандидат педагогических наук Олеся Петровна Кутькина. Спасибо за внимание, до встречи.